Давайте мы к центральной части обратимся. Для случая трех множеств решим вот эти три задачи. Общая площадь, покрытая более чем в один слой. Напоминаю условия. Есть кафтан площади 1, на нем есть 3 заплаты, каждая площадь какой? Т. Это некоторая величина. Нас интересует минимально возможное значение площади, покрытой более чем в один слой. Ну, господа, сначала такая вещь. Абсолютно ясно, что для маленьких t ответ это 0. Согласны? Да. Отлично. До какой величины ответ это 0? Ну, ну, третий. В одной третьей абсолютно верно. Пока площади заплат меньше, чем одна треть, или в точности равны одной треть. Они могут быть размещены так, чтобы они друг с другом дали. Мы просто берем наш кафтан, делим на три равные части. Если заплата по одной третьей, то это в точности заплаты. Если меньше, то, соответственно, каждая заплата меньше. Отлично. Значит, я должен сделать простую штуку. Я отрезать длины 1. Вот здесь у меня т, а здесь вот та самая площадь. Да, будет так сложаться. Я отрезать длины 1, режу на три одинаковых куска. И говорю, что в начале, очевидно, площадь равна нулю. А вот дальше наступает очень важная штука. Дальше наступает очень важная штука. Более чем в один слой покрытая площадь. Какая она может быть? На самом деле, простая задача, но очень важно такие вещи понимать. Да, 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 покрытая более чем в один слой. Это в три слоя или в два слоя? Совершенно верно. Все. Это здорово. Это здорово, ребята. Вы не можете решить эту, между прочим, очень простую задачу. А почему? А потому что в голове вы путаетесь со словами наибольшее, наименьшее. Три заплаты лежат. Прямо три заплаты. Скажите, пожалуйста, какая, внимание, наименьшая возможная, покрытая более чем в один слой площадь. То есть очень важно. Наименьшая возможная площадь, покрытая более чем в один слой. Это минус один. Сколько? Три заплаты минус один. А вообще-то это очень похоже на правду. Единственное, это не может быть правдой. Давайте я объясню, почему формула три т-1 не может быть правдой. Потому что если т равно единице, то у вас получается ответ 2. А это смешно. Нет, я не говорю, что... А как вы рассуждали, кстати? Откуда вы получили этот три т-1? А, по аналогии с предыдущим. Ну вот, так просто не работает. Не бывает. Три т-1 неправильно. Есть такой способ решения задачи. Очень часто он не работает. Но в этом случае он работает. Называется, если нам дали картинку, давайте я ее буду улучшать. Объясняю. Дали нам три заплаты. Представьте себе, что они покрыли не весь кафтан, а при этом т больше, чем 1 треть. Вы понимаете, что в таком случае можно эти заплаты немножко раздвинуть, чтобы они покрывали весь кафтан? Да. Значит, уже можно считать, что если т больше, чем 1 треть, то весь кафтан покрыт. Согласны? Да. А теперь еще одна вещь. Нас интересует покрытое более чем в один слой. При этом, заметьте, пожалуйста, что это в два слоя или покрыто в три слоя, в эту площадь все равно считаем одинаково. Значит, если что-то покрыто в два слоя, то в некотором смысле это место уже не жалко. Понятаете? А что значит, что я унижалко? Значит, можно считать, что он покрыт в три слоя. Поэтому картинку можно рисовать очень просто. Есть какой-то кусок, который покрыт в три слоя, а все остальные куски покрыты как? Невыгодно покрывать в два слоя. Вот поймите, пожалуйста, пусть у вас есть одна заплата, я не знаю, это какая-то вторая заплата и какая-то третья. Представили? У нас пусть есть кусок, который вот здесь вот покрыт двумя заплатами. Смотрите, что можно сделать. Можно тогда отсюда перенести часть площади сюда и сказать, что вот третью заплату, этот кусок отрезаем и сюда приближаем. Понятаете? И тогда будет лучше. У нас это станет покрыто только в один слой, а там будет какой-то кусок в три, ну и ладно. Поэтому разумная картинка состоит в следующем. Есть площадь, покрытая всеми тремя. Вот давайте, пусть это будет некий кружочек в центре, покрытый всеми тремя. А теперь представьте себе, что заплаты устроены вот так. Вот этот кусок и этот, это первая заплата. Этот кусок и этот, это вторая заплата. Вот этот кусок и этот, это третья заплата. Идите, вы поняли? Замечательно. Как теперь узнать, как теперь узнать соотношение этих площадей? Да очень просто. Давайте обозначим вот эти площади А, А, А. А вот эту центральную площадь обозначим В. Тогда у нас есть очень понятные уравнения. А плюс А плюс А плюс В. А плюс В это просто площадь всего кафтана. А плюс В это просто-напросто Т. Надо вот из этой системы обозначения найти величину В. Найти площадь тройного пересечения. Это очень легко. Для этого достаточно сначала вычесть. Получится 2А равняется 1 минус Т. Так, пожалуйста, все запишите. Это уже несложная, но математика. Итак, была система. 3А плюс В равно единице. А плюс В равно Т. Понятная система уравнений. Чтобы ее решить, сначала находим 2А равно 1 минус Т. Значит, А это 1 минус Т, взеленная на 2. Теперь, как найти В? Это очень просто. В это Т минус А. Пишем В это Т минус А. То есть, надо из числа Т вычесть 1 минус Т пополам. Приводим к общему знаменателю. 2Т минус 1 плюс Т. Ух ты! 3Т минус 1 пополам. Помните, нам девочка говорила, что ответ 3Т минус 1. Так она почти была права. Только не 3Т минус 1, а 3Т минус 1 пополам. Отлично. Все, я вот это все стираю. Как рисовать график этой функции? Если Т равно 1 третий, это 0. Если Т равно 1, это 1. И это получается вот такая ломаная. Ребята, такие функции называются кусочнолинейные. График состоит из нескольких отрезков. То есть, ну, для лучей, да. Из двух отрезков. От 0 до 1 третьей. Функция равна нулю. От 1 третьей до 1. Функция задана формулой 3Т минус 1 пополам. Так. Это огромное дело. На самом деле, это правда огромное дело. Мы сделали, мы решили пункт А. Сейчас надо решить пункт Б. А вот где-то будет совсем другой. Давайте формулировку пункта Б напомню. Есть кафтан площади 1. На нем 3 заплаты. Каждая площадь Т. Найдите наименьшую возможную площадь тройного пересечения. Ответ будет совсем не будет. Что понятнее для совсем маленького ребенка? Когда ему нарисовали медведя, или когда ему даже статью в инциклопедии про этого самого медведя, да? То есть рисунок намного понятнее. И в любом нормальном человеке так. Вот поэтому графики, это, конечно, способ наглядно изобразить ситуацию. И очень важно уметь их рисовать. Очень важно понимать, что графики помогают нам. Соответственно, ни в коем случае не надо думать, что график это для того, чтобы учителям легче было двойки нам стоять. Наоборот. Это чтобы вам легче было думать. Просим найти минимально возможную площадь тройного пересечения. Вы кладете заплаты, и если площадь огромная, то совершенно понятно, что в какой-то момент придется класть в три слоя. Согласна? Вопрос. Когда? Вы на вашей картинке и так тройное пересечение. Это на картинке тройное. Но, в принципе, как раз на этой картинке вполне можно сделать, чтобы пересечение было не тройное. Смотрите, я вот это чуть-чуть сюда, 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 и пересечение тройной истерии. Нет, я про решение. А. На этой, вот на такой картинке, а она не выгодна. Потому что на этой картинке, смотрите что, на этой картинке у меня вот это в один слой, а это в три. Это в один слой, это в три, это в один слой, это в три. Это не выгодно, потому что, если мы считаем, если нас интересует только тройное пересечение, то выгодно максимально делать двойное. Господа, а можно я попытаюсь нарисовать такую картинку? Надеюсь, что она будет очень понятна. Вот представьте себе, что у нас есть, так, три множества. И они маленькие, представили? Представили? А дальше они начинают полнить. Что? Полнеют. Что будет, когда вот они будут, каждый из них будет полнеть? Будет цификация. Конечно. В какой-то момент, вот, смотрите, если t меньше, чем одна треть, то картинка будет такая, согласна? Да. В какой-то момент t станет равно одной третьей, или даже чуть больше. Что в этот момент произойдет? Очень простая вещь. Представьте себе, у нас вот это множество, так давайте я мысленно разобью все на три равных куска, и представьте себе, что первый кусок, это вот что такое, он стал, он стал вот таким. Представили? Да. Вот это первый кусок. Замечательно. А каким стал второй кусок? Таким. Ну, примерно таким, согласны? Вот, это второй кусок. Ну, и, соответственно, третий кусок тоже, тоже будет, его сложно рисовать, но будет. И до некоторого момента, ребят, очень важно, до некоторого момента тройного пересечения не будет. А в какой момент возникнет тройное пересечение? Когда одно множество станет больше, чем две трети. Нет, когда... Молодец. Именно. Именно. У нас пока t меньше, чем две трети, вот эта картинка, это пока t не больше, чем одна треть. Вот такая картинка без тройных пересечений, когда t не больше, чем две третьих. А вот когда t стало две третьих, это ужасно. Давайте я нарисую картинку ровно для двух третьих. Значит, у нас имеется круг, разбитый на три одинаковых сектора, при этом в первую заплату входят вот эти, во вторую заплату входят вот эти, а в третью заплату входят вот эти. Это понятно? Да. Отлично. Так вот, господа, будьте добры, нарисовать себе эту картинку. И понять, что это ситуация, когда t равно двум третьим. Значит, когда я буду рисовать чертеж, то я, разумеется, на отрезке от нуля до двух третьих должен буду нарисовать что? ноль. Согласны? Просто ноль. Потому что еще удается расположить без тройного пересечения. Вот у меня отрезок один, вот у меня t, и это решение к пункту b. Вот эта картинка была решением к пункту а. Делю отрезок на кусочки по одной третий. Все замечательно. И говорю, что вообще-то на таком вот длинном участке ответ будет просто-напросто равен блю. А что будет, когда тройное пересечение вынуждено будет появиться? А картинка будет практически такая же. Господа, будет вот такая штука. будет некоторая, да, площадь b, которая принадлежит сразу всем трем заплатам. Первый, второй, третий. Вот это будет принадлежать первым двум заплатам. Это второй, третий. А это... Поняли, как устроена первая заплата? Кружок и вот эти два... Я не знаю, как их назвать. Вот. Кусочек кольца, да. Вторая заплата. Круг и вот эти две части. Третья заплата. Круг и вот эти две части. Значит, какие уравнения надо написать? Понятно, какие. Если эти площади обозначим буквой а, то надо писать 3а плюс b это единица. Но при этом площадь заплаты это 2а плюс b. Это t. Надо опять из этой системы найти величину b. Опять самый простой способ. Сначала вычесть. Получится а это 1 минус t. А после этого вот в это уравнение подставить. b это t минус 2а. То есть это t минус 2 умножить на 1 минус t. То есть 3t минус 2. 3t минус 2. Так, пошел рисовать. 3t минус 2. Что это за функция? Когда t это 2 трети, это будет просто 0. Когда t единица, это будет единица. Ребята, а вот дальше один секрет мастерства. Между прочим, он вам в жизни очень много раз понадобится. Когда вы имеете дело с линейной функции, очень часто очень часто вот эти вычисления вообще не нужны. Вот, например, в этот раз вот это было вообще не нужно. Я это сделал просто потому, что вы еще маленькие, вам полезно тренироваться. А вообще-то идея простая. Если вы знаете ответ для 2 третьих, что ответ это 0, и вы знаете ответ для единицы, что это единица, то дальше мы просто соединяем. Когда вы знаете, что ответ получается из системы линейного сравнения, и знаете какие-то две точки напрямую, то прямую рисуете по двум точкам. Понимаете? И это важнейшее правило. Прямая определяется двумя своими точками. Согласны? Все, мы решили пункт В. Теперь пункт В. Следующий шуток. Наименьшее возможное значение наибольший из площадей пересечения двух запорных. Опять, для случая трех заплат, когда каждая площадь Т, и расположены они все на кафтане площади 1, требуется нарисовать картинку для пункта В. Прошу вас. Заведите, заплаты всего лишь три, а возни уже очень много. С двумя заплатами все было легко, с тремя возни очень даже немало. Кто знает, что такое кафтан? Ага, большинство знают, если человек не знает, но почти все знают. Хорошо, из тех, кто знает, кто не побоится сказать. Давайте. кафтан это одежда. Это что-то вроде пальто. Ну, особый вид пальто. Так, замечательно, что такое кафтан выяснили. На самом деле, делают неодействие никакой. Вы должны представлять себе, что есть просто некая площадь 1, и вы ее покрываете заплатой. Вам не нравится слово заплатой? Давайте тогда считать, что у нас наоборот. У нас есть стол площади 1, и на нем лежат 3 роскошных салфетки. кстати, это в жизни иногда бывает. Например, могу признаться, что у нас на кухонном столе реально лежат, ну, правда, не 3, но 2. Так исторически получилось. Там, где 2, там можно и 3 представить. Итак, есть 3 каких-то здоровых понятных, да? И мы знаем площадь каждого. Для простоты площадь одна и та же. величина Т. Так вот, если Т величина маленькая, то они могут лежать так, чтобы не пересекаться. Могут? Могут. А вот если Т большая причина, то что? Они начнут пересекаться. Вот пункт В, он довольно хитрый. Мы смотрим попарные пересечения, из них берем самое большое и при этом пытаемся расположить эти вот наши салфетки, заплаты так, чтобы вот это самая большая из площадей была бы все-таки как можно меньше. Теперь понятно? Вечно. Давайте хотя бы кусочек грамм. Кто-нибудь может объяснить, как грамм. За одной третьей и Т все будет нормально? Все будет нормально? Это что значит? То есть ноль. Молодец. Конечно, если Т меньше, чем одна треть, то заплаты могут не пересекаться. Смотрите, мы это уже пунктами общая площадь, покрытая больше, чем в один слой, может просто равняться нулю. Значит, я уже кусочек графика приспокойненько рисуем. Вот есть число ноль, есть число один, здесь есть одна треть, вот от нуля до одной третьей, разумеется, будет график вот такой. Просто ответ равен нулю. Заплаты можно расположить вообще без пересечения. Отлично. Дальше пошла беда. Да, не слышала? Когда в одном месте пересекается три с ответки это не считается в хайной пересечения? Ну, это входит в хайной пересечения. Да, а в хайной пересечении считается ну, смотрите, когда у вас есть три множества, то пересечение двух из них состоит из тройного пересечения и тех точек, которые принадлежат ровно. Понимаете, да? Мы сейчас подсчитываем, вот давайте я нарисую те самые диаграммы Эйлера, что мы делаем? Вот у нас есть все это называется стол, да? Все это вместе называется стол, и нас интересуют следующие площади. Эта площадь, вот эта площадь, и вот эта. Мы все считаем, из них берем наибольшую, а после этого пытаемся так же сложить заплаты, чтобы она была как можно меньше. Понятно? Но опять в той картинке, когда у нас середине пересекаются две силафетки, вот эта середина может считаться двойной пересечения? Она входит двойной пересечения, да, да, конечно. Слушай, а давайте я начну себя полно изображать. Начну писать уравнение генерал. Этой задачей мне особо нужно, потому что задача простая. Но зато я буду хорошо вырезать. Значит, ребят, идея такая. Давайте я обозначу луквами все эти площади. Так, мы уже договорились, что если t больше, чем одна треть, то можно считать, что весь стол покрытый салфетками или там весь кафтан покрытый заплаты. Согласны? Поэтому идея такая. А, Б, С, Д, Е, Ф, и Ж. Ребята, я просто обозначил эти кусти таким образом. Теперь я беру и выписываю аграумную систему уравнений и неравенств. Поехали. Значит, первое, что такое площадь заплаты? понятно, что это А плюс Б плюс Д плюс Е. Пишу. А, Б, Д, Е. Это будет Д. Другой заплаты заплаты. С, Е, Ф. Б, С, Е, Ф. Это другая заплата. Это реки заплата. Д, Е, Ф, Е, Ж. Хорошо. Все вместе. Что такое все вместе? это А, В, С, Д, Е, Ф, Ж. Все вместе это единица. Так вот, ребята, теперь смотрите, какая прелесть. нужно узнать минимально возможное значение максимума из следующих трех чисел. Какие там бывают двойные пересечения? Б плюс Е, Д плюс Е и, наконец, Ф плюс Е. Теперь вы понимаете, почему у многих из вас есть проблема с пониманием условия этой задачи? На самом деле вот она какая. Я еще естественно забыл сказать, хотя в таких задачах это обычно имеется в виду что это само в себе, что А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж это все числа неотрицательные. Кстати, знаете, как называется наука, которая изучает такие штуки? линейное программирование. Почему линейное? Потому что условия, которые здесь написаны, они все не включают умножение, неизвестно тут деление, не включают, а они включают только линейные функции. Понятно, да? Уравнение и неравенство. Вот эти вот три, это уравнение с участием Т, это четвертое уравнение на всю площадь, всего четыре уравнения, а это еще семь неравенств. И заметьте, пожалуйста, когда вам говорят, что ученые изучают всемимерное пространство, то не надо думать, что это так далеко от вашего дома происходит. Вот сейчас мы с вами решаем задачу про всемимерное пространство. А, В, С, Д, Е, Ф, Ж, и все штуки, семь неизвестных. Значит, если у кого-то из вас хорошо развита семимерная интуиция, то вы сразу скажете ответ. Я прекрасно понимаю, что представить себе противку в семимерном пространстве абсолютно нереально. А, с другой стороны, решить задачу реально. Перед вами стол, паркет, да? На ней лежат три салфетки. Площадь больше, чем третья часть, то есть Т больше, чем одна третья. У них там есть двойные пересечения. Отлично. Вопрос, когда это самое двойное пересечение, как расположить салфетки, чтобы двойное пересечение было бы как можно меньше? И как написать формулы, объяснить? Кстати, теперь понятно, почему формула включения-исключений не такая уж и простая, хотя и кажется простой. что на самом деле вот этих кусочков разных довольно много. Напишу то же самое и наверное вам будет понятие. Смотрите, вот у нас здесь неизвестных на самом деле неизвестных много, семь штук. Но давайте подумаем, давайте подумаем вот на какую тему. понятно ли вам, что буквы А, С и Ж они в некотором смысле симметричны. Что такое А? Это часть первой заплаты, которая никуда не входит. Это что такое? Часть второй заплаты, которая не входит сюда. Поэтому разумно сделать так. В некотором смысле объединить А, С и Ж в одну штучку и объединить В, Д, Ф в другую. Давайте я введу такое значение. А, С, Д, Ж я обозначу буквой ИС. Ну, просто не в том, что это что-то особое. Что? Сложить, да, А, С, сложил, обозначил буквой ИС. И то же самое. Б, Д, Ф я обозначу буквой ИС. Могу? Могу. И теперь еще одна вещь. Я попытаюсь все уравнения, которые здесь написаны, написать через ИС, ИГРИКИЕ. Смотрите, нижнее вот это пишется довольно просто. Это ИС плюс ИГРИКИЕ равно единице. Согласны? Да. ИС, ИГРИКИЕ это единице. Отлично. Теперь как писать вот это? Ответ, они как? потому что здесь как раз они несимметричны. А вот если их все сложить, то можно будет написать. Смотрите, А, видите, 2, 2B, что там будет еще? Вот С оно в количестве одной, Ж в количестве одной, да? 2D, 2F и 3E. И что у нас получается? Значит, А, С, Ж это Х, ИГРЕК у нас в количестве двух штук и Е в количестве трех штук. И это будет 3T. Я напоминаю, Т больше, чем 1Т. Ребята, а это намного лучше. Потому что у меня теперь уравнение 2. Ну, я уж не знаю, сможем ли мы на основании этого решить задачу или не сможем, но не говорю, что вот эта вот система равносильна этому. Отлично. Нас интересуют эти величины. Опять-таки, каждая из них несимметричная. А давайте мы их сложим. Сколько будет B плюс E плюс D E плюс F плюс E. Абсолютно верно. Это будет Y плюс 3E. И вот теперь смотрите, что мы можем сделать. У нас есть вот такое уравнение, у нас есть вот такое уравнение, а нас интересует такая величина. А это уже можно пытаться. Это уже можно пытаться сделать. Ребята, понимаете или нет? Надо как-то оценить величину Y плюс 3E через вот эти величины. Сможем или нет? вот здесь видите буквы X? Замечательно. Вот здесь видите буквы X? Замечательно. А я сейчас делаю хулиганское дело. Я перенесу этот самый X в правую часть и я получу систему на числа Y и E. После чего я эту систему смогу решить. 2Y плюс 3E это 3T минус X. Да, отлично. А теперь смотрите, мне нужно найти Y плюс 3E. Мне нужно найти Y плюс 3E. Вот это уравнение два раза вычесть вот это. Тогда я найду чему равно E. Смотрите, вот это умножаю на 2 и учитаю. Все видят? 2Y исчезнет, E останется, будет у меня 3T минус X минус два раза вот это. 3T минус X минус 2 плюс 2X. Я доказал такое неравенство. Сумма интересующих нас трех причин, их сумма оказалась не меньше, чем 6T минус 3, чем 6T минус 3. А значит, наибольшее из них не меньше чего? Сумма трех чисел не меньше вот этого. Значит, хотя бы одно из них не меньше, чем 1 треть от него. Согласны? Значит, 6T минус 3 делим на 3. Сколько будет? 2T минус 1. Замечательная речь. Замечательная речь получается. Смотрите, я писал, писал, писал формулы и получил, что хотя бы одно из пересечений не меньше, чем 2T минус 1. Иду к графику, который я хочу рисовать. Так, кстати, я даже еще на нем почти ничего не нарисовал. Вот. Пересечение не меньше, чем 2T минус 1. Я эту кривую могу нарисовать для 1 второй. Для 1 второй это будет так. Для единицы это будет вот так. И смотрите, что я сейчас доказал. Я доказал, что пересечение не меньше, чем вот эта прямая. Это неверный ответ. На самом деле, пересечение выглядит по-другому. Но это уже доказательство того, что график выглядит не ниже вот этой прямой. так, еще посмотрите. Я считал, 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 и получилось, что график не ниже, чем прямая 2T минус 1. Согласны? Согласны? С другой стороны, если T равно 1 2, то понятно, что двойное пересечение обязательно будет. Значит, что-то я чуть-чуть научил. Проблема в том, что Х при не очень больших T не собирается становиться равным 0. На самом деле, мы нашли ответ, начиная с 2 третьих. Вот, начиная с 2 третьих, мы ответ нашли. Так, 2 третьих умножить на 2 и минус 1, это будет сколько? 1 треть, правда? Вот, здесь вот есть числа 1 треть. На самом деле, там уже может Х равняться 0. И настоящий ответ, господа, он вот такой же. И я это могу вам сказать, что называется просто потому, что я верю в линейные функции. Я понимаю, что если мы знаем ответ для 1 третьих и для 2 третьих, скорее всего ответ будет такой. И он и правда такой. Маленькие проблемы, вы это не доказали. На самом деле, ответ будет такой, на этом вот промежутке функция устроена как t минус одна третья. Вот этот кусок графика это t минус одна третья. Вот этот кусок графика это 2t минус один. Но мы сейчас это не доказали. Сейчас для того, чтобы решить эту задачу, надо сделать две вещи. Первое. Надо нарисовать что называется моделью. Когда ровно так происходит. Используется задача елка. Давайте я ее, чтобы всем было понятно о чем речь, я ее сформулирую просто в виде отдельной задачи. Даже двух задач. Первое. Пусть у нас t больше чем две третьих и меньше или равно единицы. Надо нарисовать такие три заплаты, чтобы наибольшая из площадей попарных пересечений была вот такой. И другая картинка t от одной третьей до двух третьих. Надо нарисовать картинку так, чтобы наибольшая из площадей была равна t минус одной третьей. Если мы это сделаем, это уже будет большой вклад в решение нашей задачи. Придумать такую систему из трех заплат. Для симметрии советую брать a равно c равно g и b равно d равно f. Так будет конечно проще. Сделаем? А еще раз, что во втором картинке требуется? Еще раз, это две задачи. Одна задача, когда t достаточно большое, от двух третьих до единицы. Другая задача, когда t от одной третьей до двух третьих. Такая система заплат, что пересечение любых двух из них не больше, чем в одном случае 2t минус один, в другом случае t минус одна третья. Заметьте, заплат не пять. Когда их пять, будет намного сложнее. Заплат три, и мы сумели даже в этом запутаться. фактически нужно просто точно указать числа. Какие площади пусков. Вторую задачу надо найти не больше возможности. Надо нарисовать такую картинку. пусков. Когда попарные пересечения не больше, чем t минус одна третья. Просто как три секта. Отлично. Дальше. Что бывает, когда t начинает увеличиваться? Ну, они начинают решать только. Правильно. Осталось нарисовать, как они наряжаются, все получится. все, что от вас требуется. Взять круг. Это можно. Да, прямо здесь. Круг. Да. Не так важно, какой он получился. Разделить на три сектора. Это сложно? На три одинаковых куска. да. А вот теперь смотрите, если t равно одной третьей, то это собственно все. И тогда пересечение это отрезки, то есть площадь равна нулю. А что надо сделать разумным образом, чтобы увеличить площади, когда t чуть-чуть больше, чем одна третья? Надо просто взять и пририсовать. Некий кусочек каждому из этих секторов пририсовать. Согласны? А теперь вопрос. Какой кусочек? Вот кусочек, который добавляет к этой части, он будет какой по площади? Понятно, какой? t-1 третья. Согласны? Смотрите, у нас раньше были вот первый сектор, а теперь он стал вот таким. Он стал рентель. Вот это одна треть, а это т-1 треть. Замечай. А второй сектор, он увеличился сюда, а третий сектор увеличился туда. В результате пересечения первого и второго, или второго и третьего, или первого и третьего, какой величины? Да и минус одна треть. Все. Вот это есть картинка. Поняла? Спасибо. Так. Ну, ребята, половина работы сделана. Еще раз, просто взяли три сектора, каждый по одной третьей, и к каждому добавили до нужной величины. И что? Мы-то не догадались. Честно, математика, она по своей сути простая, наука. я сейчас рассказал решение, вы согласны, что это решение? Это картинка? Площадь равна Т? Равна. Пересечения по барной равны? Т-1, на 3? Равны. Да, что? Я выгодила, мне первую задачу решение. Замечательно. Какая там картинка? Выходите, рисуйте. Здесь нам надо нарисовать такую. Не, в центре доски. Так, круг. Дальше что? Дерево три сектора. Отлично. Дальше И рисуем одна часть будет равна 1 третьем. То есть как вы на это не делаете? Так, господа, пожалуйста, перерисуйте все себе в тетради. Это разумная мысль. Сначала берем и рисуем такие по 2 третьих в каждом. Дорисовали. А еще? А еще подрисуем небольшой кусок. Рисуем небольшой кусок. Да. Кусок будет понятно какой. Т минус две трети. Правильно? Пишите на этом куске. Т минус две трети. Хорошо. Дальше. Сюда такой же нарисуем. Тоже кусок Т минус две трети. Да, да, да. И сюда будет той же. Да. И что будет? И будет получаться, что при нижнем положении будет? Какое будет пересечение? Третье. нас интересует все-таки двойное пересек как пересекается первая часть с второй. Первая часть с второй пересекается по этому сектору. Правильно? Но при этом есть еще такое вот крылышко. При этом крылышко это Т минус две трети. Вы запутали свои картинки. я тоже самое нарисую, только на этот раз я четко просто все. Итак, вот это первоначальные три сектора. Еще к ним добавляются такие вот добавки. Теперь давайте разберемся с тем, что принадлежит. Эта штучка принадлежит всем трех секторам сразу. Да. Отлично. Первоначальный первый сектор это была вот эта вот штука. Правильно? Да. Это был первоначальный первый сектор. Теперь что такое и он увеличился вот на это. Что такое первоначальный второй сектор? Второй сектор это вот такая штука. Правильно? Да. Первоначальный второй сектор. И он увеличился вот на это. Да. Так, замечательно.